Мы читаем книгу Труды Балю Сулама на странице 516, раздел статей Шамати, третья статья. Мы читаем с середины статьи, вторая колонка, Высший свет. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Итак, 516 страница, третья статья, с середины статьи, вторая колонка со слов Высший свет. Высший свет заключает в себе 2-2 понятия, постигающий и постигаемое. И все, что мы говорим о Высшем свете, это лишь впечатление постигающего от постигаемого. То есть Высший свет уже, когда мы говорим о нем, это явление в постигающем. То, что называется постигаемое, а не то, что находится вне постигаемого и вне постигающего. Что-то абстрактное. Нет такого. Иначе мы не могли бы почувствовать, понять, поговорить об этом. Как говорит Балет Сулам, если я чувствую какое-то явление, то в силе своего воображения я могу различать это явление, что это приходит во мне, а ко мне откуда, и облачается в меня. И нет такого, что отдельно от этого явления что-то, откуда это пришло. Просто мы любим так представлять себе эти состояния, но этого никогда не происходит. Мы всегда, как килим, чувствуем уже явление внутри кли, которое совместные отдачи и получения, и что-то общее между ними мы чувствуем. И никогда мы не можем разделить между ними и почувствовать отдельно. Кли без света или свет без кли. Однако каждый из них сам по себе, то есть только постигающий или только постигаемая, не называются названием «бесконечность». А постигаемая называется «атсмуто». Постигающий же называется «душ», «души». Нечто новое, являющееся частью целого. А новое в том, что отпечатано в нем желание насладиться. И с этой точки зрения творение называется как «сущее из ничего». Нечто из ничего. Сами по себе все миры определяются как простое единство. В них самих нет никаких ограничений, что является смыслом сказанного «я имени своего Авая не менял». То есть в самом Творце не различают сферот и ступени, ведь даже самые утонченные названия не выражают сути самого света, поскольку относятся к его сущности, которая совершенно непостижима. А когда речь идет о сферот и всех различаемых особенностях, так это лишь с точки того, что человек постигает в нем. Потому как Творец пожелал, чтобы мы постигли и поняли свет изобилия, или шефа, в чем суть его желания насладить свои творения. И чтобы мы могли постичь то, что он пожелал. До сих пор понятно. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет, тогда продолжим. А чтобы мы могли постичь то, что он пожелал, постигли и поняли тайну его желания насладить свои творения, Творец создал нам такие органы чувств, которые воспринимали бы высший свет, различают в нем множество ощущений, потому что наш общий орган чувств называется желанием получить наслаждение. И оно различает в получаемом множество частей и оттенков, подъема и падения, наполненные светом и его исчезновение. И поскольку желание насладиться называется творение и нечто новое, то именно с этого момента и в этом желании начинается осознанное, появляется возможность описания восприятия в мире ощущений. Это уже означает взаимоотношение высшего света и желания. И называется свет и кли — наслаждение и желание. Тогда как о свете вне кли невозможно ничего сказать, ведь свет без постигающего относится к отсмуту, к сути Творца, о которой запрещено говорить, поскольку она непостигаема. А как же можно говорить о непостигаемом? Хорошо. Понятно. Да. Как я могу определить свет, который на меня воздействует? Это какие-то чувства, которые во мне возникают? Это ты называешь светом. Когда пробуждается в тебе что-то, какое-то особое явление, из всех явлений, и это явление ты называешь светом. И когда это приходит, ты знаешь, что это называется светом. Сейчас? Сейчас не может быть. И сейчас у тебя нет кли, которая может почувствовать это явление, которое называется свет. Ну, хорошо. В жизни до духовного постижения. До духовного постижения. Как ты можешь почувствовать? До духовного постижения у тебя есть желание только ради себя. Все для себя. Все на благо, ради личного блага. Все на использование ближнего. Или делать все во вред ближнему. Ну, так, более-менее. Ты не можешь в этих желаниях почувствовать явление отдачи, любви, взаимного участия, объединения, стремления. Все это называется светом. Ты его не можешь почувствовать. Для тебя это не свет, для тебя это тьма. Когда ты чувствуешь иногда в твоих желаниях в твоих желаниях ты чувствуешь свет, тебе плохо, ты беспомощный, разочарованный, тебе ничего не хочется, это в тебе пробуждается желание без свечения. Без свечения, как в нашем мире это называется маленькая искра, когда маленькая только света появляется в кли. Мы находимся в таком состоянии, в котором у нас есть очень маленькие желания. И в этих маленьких желаниях есть очень маленькое свечение, которое называется жизнь, наслаждение. И вот это маленькое свечение, оно может появиться в наших желаниях, даже когда эти желания, они эгоистические ради получения. Потому что это маленькие желания. Я, в общем-то, в этих желаниях живу на уровне неживом растительному животному. Я не отношусь к уровню человек, к уровню говорящей. Эта ступень, она начинается выше меня. И получается, что в этих желаниях, в этих желаниях, скажем так, неживой растительный и животный уровень. Здесь я живу, потому что я тоже отношусь к животному уровню. Я пока что животное. выше этого есть уже желания, которые относятся к уровню человека. Желания отдачи и желания получения, которые раскрываются во мне, как сказано, одно против другого создал Творец. Это отсюда выходит злое начало. Это эгоизм, буквально. Это эго. И если я иду на объединение с другими, я хочу объединиться с ними, и тогда проявляется это злое начало. И с помощью того, что я притягиваю свет, возвращающий к источнику, я стараюсь получить силу добра, доброе начало. И я работаю между ними в средней линии. Это называется средняя линия, которая находится между ними. уровень. И эта средняя линия называется человек, Адам, говорящий уровень. Но здесь пока что я. это животный уровень, животное. Нахожусь под властью своего маленького эгоизма. Здесь есть маленькая искра и эти желания на неживом растительном и животном уровнях. да. Но эти маленькие желания, которые у нас есть в данный момент, они тоже управляются светом. Но это называется нейрдакик, тонкая свечка. Такой свет называется тонкая свеча, нейрдакик, это свет, а это кли, неживое растительное животное. это вообще не считается как в существовании. Относительно духовного его нет, не существует. По отношению к духовному это предыдущий уровень, и поэтому наш мир мы называем миром иллюзорным, воображаемым. Он будто бы существует, как будто бы. Это некий уровень под сознанием, под уровнем сознания. Ну, еще один есть два вида ощущений, которые пробуждаются во мне. Вдруг разные возникают желания, желание это сделать, или кто сделать. Есть состояние, когда я нахожусь в связи, допустим, с товарищем по группе, и вдруг из этого процесса связи пробуждается какое-то чувство любовь, ненависть и так далее. Как это связывается с этой тонкой свечкой или искрой, о которой мы говорили? Это все, это вот это все, часть нердаки тонкой свечки. Если ты изучаешь кабалу, находишься в группе, то тогда эти действия продвигают тебя, продвигают тебя вперед, но не то, чтобы они сами по себе выходили за рамки махсома. Вот здесь вот это махсом пишем. Да. Потом твой товарищ. Я сидел в одной группе много лет и изучал кабалу. Я говорил им, ребята, надо постичь творца. Они учатся у нас? Не, не, не нашу кабалу. Не у нас. Они учатся. Ну, так я не знаю, вообще это кабала или нет. Те же книги. Те же книги учат, и даже не хочу сказать, где. Ну, они мне говорят, о чем ты говоришь? Ну, как мы учимся, то, что пока ты не постигнешь, ты не можешь назвать названием. Ну, это написано в тех самых книгах, которых ты говоришь, что они учат. Да, если мы не постигли это. Мы учимся, но мы не уверены, что мы достигнем этого. Потому о чем ты говоришь сейчас? О вере? Я учусь, я не знаю, что будет дальше. Ну, ладно, и что? То есть, и их учеба, под сомнением и сами они тоже. Да, конечно. Что дальше? Так я спросил людей, которые не постигли пока что, откуда они знают, что это истина? Откуда узнать, что это правда? Ведь люди находятся в дилемме. Разве такого может быть? Они в пути, но много сомнений у них. Я пришел к Рабашу. Это было как раз через месяц после Песоха, как вспоминается. я хотел попасть на шаббат в праздничные дни на Песох. И был у кого-то его дед был очень большим учеником Бабалю Судам, один из основных его учеников. Я был у него дома, ночевал. И так вот, когда мы пошли с утра учиться и вернулись, он не очень сам учился. Потому что была такая родственная связь. Он видит, что я так весь горю. И он говорит, тебе не стоит так нервничать и волноваться. Ты просто так весь быстро, 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 опоздаем на урок. Он говорит, ты знаешь, кто знает, сколько это берет, 20 лет, 30 лет, сколько там человек вкладывает, и еще кто знает, что он вкладывает, не вкладывает, что с ним будет. Я когда это услышал, во-первых, я к нему относился как к человеку, который уже несколько поколений в теме. Его дедушка очень известный, всем известно, что он был каббалистом. у Баля Сулама. Я прихожу к Раба Ашу, так его хватаю, и говорю, что это? Это дело на 20-30 лет, и еще непонятно, что будет? Он говорит, кто тебе сказал? Я говорю, вот этот. Я сейчас выброшу его, лестницы спущу. не с высших ступеней, а так вот, с нашей лестницы. Он так разнервничался. Я говорю, ладно, ладно, ладно. Успокоил его. Он просто так мне сказал, я у него ночевал, был дома, и все такое. Как можно такое сказать человеку? Это действительно было ужасно. Так говорить в науке Каббала считается, что это самый большой грех. Самый большой. Этим ты прожигаешь, сжигаешь и свой путь, и дорогу для других. Это самое большое прегрешение, которое только может быть. Этим ты убиваешь душу. Нет ничего хуже этого. Да. так что это за точка, за зацепка, которую вы мне можете дать как учитель? Вы можете сказать мне, да, верно, я не постиг это пока, но знаю, что вот это опора, или вот это какое-то доказательство, что пока ты не постиг. И как вы можете сказать мне сегодня, послушай, вот эти точки, вот эти опоры, первая, вторая, третья, четвертая, это не вера, веры нет у меня, я ни во что не верю, но какие вот эти островки вы можете мне дать, опоры? Я ничего тебе не обещаю. Но есть какие-то опоры? наоборот, хочу тебе задать вопрос, зачем ты сюда пришел? Как кстати? Зачем? Что тебе надо здесь? Тебе здесь хорошо? Из-за этого ты пришел? Так сиди молча. Пока тебе разрешают заходить? Я говорю серьезно. Я никого не тяну. Просто нет выбора. Поэтому люди приходят. Мы никого не приглашаем, чтобы им было здесь хорошо. И не говорим, что им будет хорошо. Твоему эгоизму наверняка не будет хорошо. Мы раскрываем истину. Конечно, ты не можешь относиться к человеку, взять и человеку обратиться и сказать, ты будешь страдать все больше за дня и в день. Нет, конечно. Наоборот, ты увеличиваешь величие и важность цели и твоего исправления, что будет все наоборот. Ты изменишься, уподобишься Творцу, тогда ты почувствуешь... Но это ведь другие ценности, это не ценности твоего живота, когда то, что ты думаешь сейчас, что тебе хорошо, тебе придется изменить свое отношение. Но как и они говорят, кто там постигает? Ну, вы правы, в тех келим, которые они имеют в виду, там нет постижения Творца в эгоистическом желании получать. Ты ничего не постигнешь, ты будешь чувствовать все больше и больше какой-то низменности, пустоту и ничтожность. Да? Ну... Смотрите, я бегу от страданий. Я прихожу сюда, естественный человек ищет чего-то лучшего. Ну, дайте какое-то доброе слово, какой-то знак. Ну, идея, где молоко бесплатное раздают. Нет, я прихожу сюда, здесь хорошая группа. Это предназначено только тому, кто желает достичь цели вместе с нами. Да, хорошо. Мы пока что тебя здесь еще терпим. Да, но с другой стороны, вопрос. Когда я прихожу сюда, в начале пути, не важно, через год-два. Но это уже не начало. Ну, не важно. Есть ли какое-то изменение к лучшему в моей жизни, когда я начал учиться? Нет. А что, у меня страдания умножаются? Зачем же мне приходить? Эти страдания к тебе приходят для тебя, чтобы изменить у тебя, к тебе цели, чтобы ты начал ценить что-то другое. Ты не получишь больше ни денег, ни почестей, не станешь здоровее, не будешь больше властвовать и все остальное, что только ты себе можешь представить в своем желании получать. Ты просто не будешь ждать в своем желании получать никакого хорошего результата, а наоборот, ты раскроешь в своем желании получать зло. но вместе с этим свет посветит тебе в то, что в желании получать. Произойдет расширение, там появится надежда, там все благо, которым ты можешь насладиться и находиться в отдаче, в связи с ближним. Ты должен изменить свои ценности. Без этого ты не приближаешься к духовному. Тебе сейчас дать наслаждение. Почему нельзя раскрыть тебе духовное сейчас? Потому что ты будешь подкуплен тем самым духовным, которого ты получишь хоть немножко, хотя бы искру в своем желании. Ты будешь только этого желать, больше ничего. Все, ты будешь мечтать об этом. А где это ощущение, которое у меня мелькнуло, я это чувствовал, когда будет еще раз? Ну, ну, ты не сможешь оторваться от этого. Поэтому тебе и не раскрывают. Да. Нет, это понятно, но когда я начинаю учать каббалу, часто люди меня спрашивают, вот я начинаю учиться год, два, что я на пути к нему. Нет с его стороны как чего-то. Есть, я скажу, в чем. А не страдания. Продвижение в том, что ты чувствуешь, что я начинаю ценить килим отдачу. Я начинаю ценить саму отдачу. Я начинаю понимать, что есть в этом нечто особое, что это нечто высшее. Если у тебя появляется такое внутреннее ощущение, которое как бы начинает вырисовываться в тебе, это означает, что ты в пути. Да. Есть, меньше страданий, Раф Лайтман? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Что значит ни в коем случае? А как же ты будешь продвигаться? Ты кусок эгоизма. Как ты будешь продвигаться, если у тебя будет меньше проблем? Ты останешься сидеть на месте. Извини меня, пожалуйста. Кто ты? Ты желание получать. Камень, который лежит посередине пути. Нужно подойти и пнуть его. Или можно посветить тебе спереди. Но спереди то, чем тебе светит, тебе светят светом. А свет это есть отдача. Ценишь ли ты эту отдачу? Если ты ее ценишь, тогда ты тянешься вперед. как ты можешь оценить, если ты себя аннулируешь перед окружением, которое ценит отдачу, так вот, которые воздействуют на тебя, промывают тебе мозг, то, что называется. А если нет, это светит тебе спереди. Если нет, то тебя можно подтолкнуть сзади, чтобы ты продвигался. Это называется беды, зло. ты хочешь, чтобы этого было меньше. Продвигайся вперед, пожалуйста. Но все же зависит от тебя. Зависит от того, насколько ты аннулируешь себя перед группой, в объединении, насколько ты тянешься к величии цели. Но если ты приходишь вечером, утром, не знаю когда, к какой-то группе, которая говорит, да что нам нам достигать, да брось ты все эти глупости, все это ерунда. Никто этого, никто не постигает. Они не дают тебе достичь величия цели. Так как ты вообще можешь продвигаться в таком окружении? Вообще слушать такое ничего хуже не может быть. Это и называют, что они убивают душу. Это и называется ангел смерти. Именно это, вот как раз это, в точности, чисто, но имеется в виду, не чисто, полностью. Вот это именно то самое. Когда у тебя есть искра души, они просто отрезают тебя от этой души. Твоя душа это внешнее клеит, то, что находится за твоей кожей, вне тебя. И они тебе это отрезают. Говорят, да нет этого ничего, кто это вообще постигает? Это то, о чем я спрашивал Рабаша. И когда он мне сказал, 20 лет это ладно, мне тогда было 30 лет. Он говорит, да, кто это вообще достигает? Настолько это тяжело. Нельзя говорить это людям. Что ему вообще, чем еще заняться в этой жизни, кроме этого? Вот передай Бершева лучше слово. Доброе утро, Раф, доброе утро, товарищи, доброе утро, мировое клей, Лернер в центре, все, кто участвует с нами в уроке, и тот, кто ищет добрый путь, не, через два года. У меня же вирусы здесь. Цвикон, большой товарищ, я хотел бы спросить из статьи, тут написано о развитии, мы знаем, что человек развивается, и написано, что желание получать в тот момент, когда он видит, что это желание получать, тогда это становится творением, то есть, исходя из этого, если я ошибаюсь или я не ошибаюсь, я буду рад, если вы мне поправите, получается, что Адам решен, когда раскрыл этот путь, по сути, это шесть тысяч лет назад он стал творением, и тогда все, кто жили до этого, и Цвика может утешиться, он жил в полной тьме, прав ли я? Творением называется та часть в человеке, в которой он опознает себя противоположным творцу, то есть, та часть, которую он собирается исправить, и есть в части желание получать себя, свечение свыше, это не желание получать, которое сотворено в этом мире, это желание получать направленное к объединению, к форме отдачи, и там человек находит, насколько его желание не находится в объединении, насколько оно является злым началом, и насколько его первичный контакт с Творцом, когда Творец говорит, я создал злое начало, человек ощущает, что именно это создано в нем свыше, это чуждая сила, это не я, я осел, ладно, хочу насладиться и все, я постарался объединиться с группой, я сделал все, что можно, и сейчас я чувствую сопротивление к этому, я чувствую, что мне просто подножку дают, и это Творец, который именно так сейчас инициирует во мне злое начало, это и есть первичный контакт с Творцом, с этого момента он и называется уже Адам, человек, та часть, которая проснулась в человеке, противоположное, сопротивляющееся объединению, это и называется Адам, он все еще неисправленный, он еще не исправил себя от этого греха, но это уже грех древопознания, то, что называется, в то время, как все живущие в нашем мире, то, что называется, как животные созданные, нечего там исправлять, что там можно исправить? Отношения между людьми, но будем лучше относиться друг к другу чуть-чуть, это мы должны исправить связь между нами. Злое начало не раскрывается в том, что мы, как правило, не находимся ни в ком злом начале, это все намного меньше. Злое начало раскрывается, когда я желаю создать связь, уподобившись Творцу, чтобы быть дающим так же, как Он, и тогда только я вижу, что я этого не желаю, я не хочу, я противоположен этому, проявляется противоположная Творцу форма, тогда я называюсь Творением. Если так, если я пытаюсь так чисто хронологически, когда раскрылась наука, мудрость раскрылась в парне, житель этого мира, 5700, сколько там, 73 года назад, который раскрыл, исходя из всей своей безысходности, почему я живу, для чего я живу, он раскрыл весь этот процесс. Первый каббалист. Но тот, кто раскрыл и пытался реализовать и наука была, это Авраам, и разница между Авраамом... Это уже продвижение. Он был самый чистый, Адам решен, потому что клик, который раскрывается впервые для исправления, оно раскрывается от простого к сложному. Это было самый чистый такой. Потом пришли 10 сферот, 10 чистых сферот, как бы были 10 поколений до Ноя. Следующие 10 поколений, 10 сферот были еще более тоже чистые, от Ноя до Авраама. У него уже было чуть больше авиюта, весь этот Вавилон, кризис того времени, глобальный кризис того времени, это всего лишь в том городе, в этой Месопотамии. И Авраам уже смог все это выразить, он уже ближе к нам. И выразил это. Затем после Авраама Ицхак, Яков и до Моисея, до Муше, все 12 колен сыновья Якова. Они не могли выразить Тору, пока не появился Муше. Потому что Муше раскрывает злое начало в истинном виде. Он первый каббалист, начиная с Адама, через всю цепочку, который раскрыл злое начало левую линию по-настоящему. И из всего этого он понял, как это исправить. Поэтому это называется Тора. Так же, как здесь. Чертеж, как мы здесь нарисовали. То есть здесь сотворил Я злое начало. Это розовое. С другой стороны создал Тору в приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. К какому источнику? Вот к этому. Посередине. Стать человеком. Так он из-за того, что раскрыл все злое начало фрауна, так, соответственно, этому раскрыл весь свет Тору. Муши раскрыл все. И поэтому его выражение, оно покрывает все. Что сказано о книге Зор, что это трактовка на пять частей Торы, на пяти книжья. Большое спасибо. Мурец, все? Пожалуйста. Холон Меркас. Центр Холон. Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи, доброго света. Бесконечные вопросы из того, что сказано утром. Может быть, я начну? Один вопрос. Не начну, а только один. Да, ладно, если я сейчас так сосредоточу. Вопрос. Два года назад я готовился вечером к утреннему уроку, к общашнему утреннему уроку, я произвел подготовку, и вдруг какая-то тяжесть, мне не хочется пойти, мне не хочется никого не видеть, вообще не хочется. Даже увидите? Я сказал, вообще не пойду на урок. Ну, где это? Это в вашем центре там, да? Да, да. Ну, я тебя понимаю. Нет, там прекрасные люди, это у меня, это внутри, у меня что-то такое проснулось, ну, и вообще даже не могу встать за стула. Вопрос. Вопрос. То, что я сделал, я был буквально ниже плинтуса, а я начал прыгать и скакать и танцевать, все думали, что я сошел с ума. Будь осторожен, ты тоже молодая супруга. Да, нет, она тоже в пути. Нет, ну, я начал танцевать и прыгать и физически позвонил товарищу, сказал, слушай, творец большой, давай, пойдем на утренний урок, раскроем завтра. Мне ничего не помогло. Что значит не помогло? Если ты уже прыгаешь и звонишь, значит, уже легче прийти. Нет, помогло мне прибыть на утренний урок? Да, я пришел на утренний урок, может быть, если бы я не сделал действие, то я бы и не пришел на утренний урок. Вопрос. Это исправление, которое я должен делать, это действие по исправлению? Нет. 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 Ну, это часть, хорошая, но приятно услышать все, что ты сделал. в следующий раз ты не сможешь встать, не сможешь танцевать, но, по крайней мере, скажешь своей супруге, что как только звонит будильник, что если ты не услышишь, а она услышит, ну, может, водой на тебя польет там. И это исправление сказать жене? Это исправление жена, как твоя часть, конечно, можно ей сказать. А потом и товарищем мы привязывали, как, знаешь, у великого Коэна, когда он входил в святую святых, привязывали ему цепки его ноги, что если он вдруг умрет, туда же зайти нельзя было, могли бы вытащить оттуда тело. У нас то же самое было, да, так же, что не помню, это было в храме. Так у нас был, ну, были разные всякие, был такой человек, который не мог просыпаться, не вставал, так он привязывал веревку к ноге. Он жил на четвертом этаже, мне кажется, и спускал вниз эту веревку. И ты знаешь, ты подходил и как за звонок, ты дергал его, не помогал, он не чувствовал, он просто не чувствовал. А были такие, которые такие веревочки даже вытаскивали из спальни, ну, чтобы неудобно заходить все-таки в спальню. А некоторые разрешали заходить. Вы не представляете, что у нас было. Ну, не обязательно, конечно, все это делать, но у нас тоже были проблемы и очень немало, но это все, это все часть пути. Вопрос, в чем исправление, где самое внутреннее исправление? Самая внутренняя работа следующая. После того, как ты выполняешь самые разные действия для того, чтобы увеличить, увеличить, возвеличить цель, чтобы она стала самой большой, самой притягательной. Если после всего этого ты не можешь встать, это означает, что ты хорошо поработал. Что я хорошо поработал? Конечно. В тебе проявилось злое начало. Посмотри на картинку. Злое начало стало больше. И ты не можешь встать. И ты себя поедаешь целый день и проклинаешь все, и кричишь на товарищей, почему они тебе не помогли. Почему не принесли носилки и не притащили тебя в центр, в ваш, хулонский центр, и не положили бы тебя туда, и чтобы ты там лежал бы там, как тело рядом с ними. Мы учимся и надеемся, и надеемся, что вот оживет и это тело тоже. Так где же радость на всем этом пути? И тогда ты просыпаешься или на том уроке, или, может быть, вечером, приходишь к ним, благодаришь их за то, что они с тобой сделали, устраиваешь им трапезу и радуешься. Так это благодарность за состояние, что я хорошо поработал? За то, что группа тебе помогла. И чтобы поместить себя в группе, я должен увеличить величие товарищей, творца и объединения. Тебе нужно работать над этим изо всех сил, но придет всегда еще большее злое начало. То есть исправление все время исправляться со злым началом, когда растет и вьют, я с ним борюсь. Когда ты движешься вперед, иногда правая нога, потом правая нога, то правая вперед, и то левая нога. Так ты шагаешь, так как ты хочешь, чтобы у тебя не было левого шага вперед? Должен быть. Сейчас еще вопрос. Все. Вот, у нас есть Моши. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте. 18 октября будет вечер знакомств в Рыховоте. Вечер знакомств. Ты готовишься. Да, я же приготовился. К чему приготовился? Все, ты уже с кем-то познакомился? Нет, есть дата, но еще нет невесты пока. Молодец. Ну, Вопрос, не записалось еще достаточно человек. Как мы можем объяснить людям, что это очень важно прибыть туда? Почему важно попасть туда на этот вечер знакомств? Ну, что тебе сказать? Это важно. Настолько, что Баля Сулам и Рабаш тоже. Рабаш еще потерпел несколько месяцев, когда я привел к нему учеников. Он сказал, за два-три месяца ты должен их всех переженить. А Баля Сулам просто не принимал. Никогда не принимал неженатых. Потому что все-таки женатый человек у него больше проблем с ним, легче работать. Он больше связан с земным, он не так просто сбежит и тому подобное. И есть это и духовная составляющая в том, что жена сегодня, кстати, у нас семинар женский в три дня по нашему времени. Может, там тоже об этом поговорим. Жена, она стабилизирует человека, она так его удерживает, она его направляет правильно. И все это так. Если она в пути, то это такая помощь замечательная. И даже если не в пути, если мужчина силен, то она ему помогает. силен, то она ему помогает. Всегда нужно видеть в женщине помогающую силу, негативную или позитивную, но всегда помогающую. Если человек держится цели, то продвигается или с ее помощью, или она его может тянет назад, но если она его и тянет назад, то в точности против цели. Вы наверняка с этим знакомы. Я желаю удачи вашему вечеру и надеюсь, что придут еще люди и что ты в конце концов найдешь кого-то. Не хорошо быть человеку одному? недостаточно. Спасибо. Для его продвижения ему необходима помощь. С противоположной стороны такая хорошая сила, сильная. Вот, спроси Муши. Да, Муши. Я хочу спросить об эгоизме. Согласно чертежу, если я правильно понимаю, у нас есть три вида эгоизма. Здесь один эгоизм внизу, там тонкая свечка, всякие тяжелания. Мы на них как бы и не смотрим. Они не справляются. Они справляются, но не мы их справляем. Наше животное тоже справляется, как говорит Балюсулам, что неживое растительное и животное, он не говорит о живом нерастительном животном, находящемся вне нас, он говорит всегда о человеке, что нечего спрашивать о неживом растительном животном, это исправляется вместе с человеком в тебе. Есть высокий эгоизм и злое начало, которое пробуждается уже после Максома. Там правая, левая. Я не знаю, что это такое, но, допустим, мы изучаем это. Я хочу спросить о периоде подготовки, в котором мы все находимся. О каком объединении, о каком эгоизме здесь говорится, что мы должны сделать здесь, и в чем разница между тремя этими периодами работы? Во время периода подготовки работа очень простая. Объединение к величию цели. Это называется «Исраэль, Торо и Творец Единый». Я объединяюсь с товарищами, и мы вместе работаем над величием цели. Вот и все. Это и учеба, и разные мероприятия, и распространение. Все, что мы делаем, кроме этого, ничего не нужно. Объединение между нами для того, чтобы прийти, чтобы достичь высшей цели. Уважаемой нами. Вот и все. И это тоже не находится вне нас. Это внутри. Внутри нашего объединения там все. Все время мы работаем над качеством объединения. насколько чтобы оно было все более очищенным, более... Ну, можно так сказать... Ну, да, более чистым. Очищенным. Получается, что над Максомом у нас есть правая, левая линии. А в обычном эгоизме материальном мы видим пренебрежение от одного к другому. Видим тысячи разных проявлений. Ну, понятно, говорится об этом. Ученики Раби Шимана были в ненависти. В настоящей ненависти. Здесь нет никакой ненависти вообще. Ну, здесь просто не хотят связываться друг с другом. Это не то, что я каждый день думаю о том, как я тебя вообще убью. Там, я не знаю, что я тебе могу сделать. Вы не представляете, что это за мысли, когда проявляется злое начало. Это что-то, с чем ты не можешь справиться. Ты вдруг замыкаешься на чем-то и не можешь выбросить это из головы. Да. Что же называется помехами в пути на подготовительном периоде? Ну, маленькие помехи такие. Не хочется. Недостаток важности, недостаток важности объединения, группы, кажется. В другой раз, может быть, завтра, послезавтра, потом объединимся. Потом подумаем о величии цели. С этими вещами нужно работать, да? Да. Когда мы говорим о 99%, что им нужно объединиться, с ними только одно. Если мы объединимся вместе в хорошем, добром объединении, этим мы изгоним, как бы мы прекратим кризис. И у нас нет выхода, потому что именно природа вынуждает нас к этому. Как пишет об этом Бали Сулам, мы одна семья, у нас нет выбора, мы обязаны быть объединены. то, что он пишет нам в статьях о решении, например. Цвика, они там это тоже учат? Рукописи последнего поколения. Они не читают статьи Бали Сулама, но они говорят о свете, привлекающем к истории. Не, секундочку, только учат, а ничего не делают? Они делают медитации. А, ну, медитацию это уже... Но свет не притягивают. А что такое медитация, если не притягивают свет? Они этого не делают. Они там гадают по рукам, свет не тянут. Читают зор. Читают зор, а свет не тянут. Так их учили. Где написано, что это нужно делать что-то с силой? Кто это делал? Бали Сулам? Рабаш? Рабаш? Рабаш они не уважают? Они знают Рабаш, но не используют его книги. Ну, конечно. Они сказали, где свет, возвращающий к источнику. Об этом не написано ни в одном месте. Нигде не написано про свет, возвращающий к источнику. Но это не Бали Садам, это... Я с этим столкнулся, я не знал, где им показать. Где написано о том, что притягиваем свет? Создал я злое начало это в Талмуде написано. Ну, где? Свет, возвращающийся к источнику. Где написано? Есть чудесное свойство для занимающихся капалой. Капалой. Нет, там уходят источники еще до Бали Садамовски. Уже у Бали Садам они тоже не верят. Ладно, что поделать? Ну, там, передайте, пожалуйста, парень в шапке кепки. Я хотел спросить о балансе между намерением и действием. В моей группе два товарища просили меня будить их на утренний урок, и один мой товарищ сказал мне, просто подумай обо мне и не звони. Он не хотел, чтобы проснулись все члены семьи. Первых двух мне удается разбудить, каждое утро третий у меня не получается. То есть я частично преуспел в этой задаче. Но чисто автоматическое действие, я не думаю ни о нем, ни о них. Вопрос, как прийти к равновесию, как делать и действия, и с мыслью, с намерением. Тебе недостает внутреннего понимания, без которого ты не придешь к исправлению, то, что ведет к цели. И это, что все эти три части, все эти трое, это части твоей души. Ты должен их собрать. Без них учеба неэффективна. Спасибо. Да. Сказали мудрецы, свет приходящий возвращает к источнику. И говорили о большом намерении на свет, что только свет приходящий в ней находится избавление человека. Да нет, это написано во множестве мест. Это просто... Даже не хочу спрашивать, кто это такие, чтобы не злословить о ком-то. Но это просто глупость, что не написано в Торе свето возвращающий к источнику. это фраза, которую все знают. Может, они и не знают, что возлюби ближнего, как самого себя, большое правило Торы, то, что сказал рабе Акива. Так как ты достигнешь этого, если у тебя есть цель? Как можно учиться без цели? Это вообще запрещено. На самом деле запрещено. Запрещено учить Тору без благословения. А благословение, браха, это и есть свет возвращающий к источнику. А, ладно. Жаль. И еще Балисалам говорит о мудрецах. Он говорит, Тора, что такое Тора, это имеется в виду свет, облаченный в Тору. То есть, то, что сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору, как приправу к нему, имеется в виду свет, который заложен в ней, потому что свет Торы возвращает к источнику. Да бесконечное количество есть. В этом вся проблема, что то, что сотворили из Торы, отменили, но это результат разбиения, разбиения храма. Отбросили самое основное из Торы и осталась пустая книга. Учат. А что учат? Если нет требования, то продолжается изгнание, поколения сменяют поколение и ничего не происходит, потому что люди не просят, не требуют исправления. Тора требует требования. Да, Морис, ну, давай, последнее слово. Я прошу прощения, я хочу продолжить Моша о встрече на вечере знакомств. Ко мне было обращение на прошлом вечере, и люди сказали, что мои дорогие товарищи, которые учатся здесь, они очень сильно стесняются, и они не приходят. И я хочу напомнить и продолжить может быть, то, что вы сказали, я потерял жену, стал вдовцом, снова женился. Это дает нам возможность производить глубокие выяснения, и этот вечер знакомств ставит нам возможность достичь цели. и я прошу всех товарищей, чтобы использовали эти возможности. И я вижу, насколько сильная связь между товарищами здесь, в учебе. Это даст вам такой рывок. То, что Цвика ждет целое поколение, вам это даст такое ускорение пути. Кто здесь ответственный, вот ты как раз ответственный, напиши список, список всех наших холостяков. сегодня мы возвращаемся к трапезам утренним. Сегодня во всем миром клею утренняя трапеза, ее проводит московская группа, ответственная за нее. И каждую неделю новая группа будет ответственная. Я пока не вижу, чтобы они были готовы. Сразу после урока они организуют зал. Мы будем в столовой, мы будем смотреть и будем кушать хлеб с маслом и луком. Трапеза каббалистов. Мы приглашаем все группы быть в связи с нами. здорово, хорошо. И еще раз, сегодня в три часа после обеда у нас женский семинар. Все приглашаются. И холостяки когда? 18-го где? В Реховоте. В Реховоте. Позаботимся. И последнее объявление приключения под названием Каббала в Тель-Авиве 16-го октября в 7-м часов вечера состоится еженедельная встреча с Равом Лайтманом. Это будет транслироваться на 60-м канале. Вход свободный. На этом мы закончим. Всем всего доброго. Армония 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 Армония